Вы пока можете задавать вопросы. Ну, собственно, для этого я попрошу брать микрофон и готова его запустить, грубо говоря, в зал. Будут вопросы? Здравствуйте. Скажите, а с чего можно начать? То есть, если я хочу заняться, то с чего мне можно начать? Ну, в общем, сейчас в сети информации по этому делу очень много. И даже на русском языке. И тексты, и фотографии, инструкции, обвязок. Очень много видео, на которых разные японские и не японские товарищи показывают, как это все делать. То есть, ну вот, это все посмотреть, посчитать, взять веревку и начать. Все, тут ничего сложного нету в общем и целом. Хорошо, а скажите тогда, пожалуйста, как выбрать веревку? Так. Хорошо. Ну, просто это уже такие практические вопросы. Давайте так. А это всем интересно, как выбрать веревку? А, всем, да? Хорошо. Значит так. Насчет длины я уже сказал. Как выбирается длина, да? Материал веревки. Лучше всего, если веревка будет из натуральных волокон. Лен, хлопок, там, джут. Вот любое. Вот у меня веревки из льна, например. Можете потом взять, потрогать, как это все выглядит. Дальше. Толщина около 6 миллиметров. Там, ну, может варьироваться в зависимости от того, ну, и от ваших личных предпочтений там. Ну, то есть, толстая не нужно, тонкие тоже не нужно. Ну, 6 миллиметров, в принципе, оптимально. Вот. Ну, веревка должна быть, то есть, желательно, конечно, не со строительного рынка. Потому что там, ну, это все-таки строительный материал, он немножко не под то, не на те моменты внимания обращают. То есть, там еще много каких-то утолщений, там, утончений. То есть, это будет и работать неудобно, и смотреться будет не очень опрятно. Вот. В принципе, вот, 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 насчет веревок у нас, да, с веревками у нас, кстати, такие проблемы большие. Если в Японии, например, или в Европе уже делают веревки специально для шибари, то есть, они специально, то есть, уделяют много внимания и аккуратности их, там, и равномерности, там, прочности, то есть, внешнему виду, да, то у нас либо приходится брать то, что есть, там, выпускают для строительных нужд, там, под текелаж и так далее, либо вот куда-то ездить за ними. Ну, я, например, этот вопрос решил кардинально, я их научился сам делать. Вот. Так что вот эти все веревки, это, в общем, хендмейд, да. Так что, ну, вот, кто как у нас тут вот пытается решить эти вопросы. Ну, вот. Лучше всего, чтобы она не была синтетической, потому что там много всяких своих нюансов. То есть, и... Ну, ладно, это уже действительно нюансы. То есть, лучше всего, чтобы веревка была натуральной, толщиной примерно около 6 миллиметров, длиной. Ну, вот, я бы уже показал. То есть, двойная веревка, три прохода руками. Вот. Еще вопросы? Здравствуйте. У меня будет немного другой вопрос. У меня вопрос больше, ну, не по теории, а по истории. Вы говорили, что шабари — это такое молодое искусство. Вопрос. В Японии было ли под... Ну, то есть, как бы, база, на которой это строилось? Или оно все строилось с нуля? Конечно, разумеется. Значит, база здесь какая? Японская материальная культура, она вообще богата на разного рода веревочки, завязочки, там, привязочки, узелки и так далее. То есть, какую область действия ни возьми, то есть, ну, там, земледелие, там, строительство, военное дело, то же самое. Там везде использовались веревки. То есть, это такой очень традиционный для Японии вообще, в принципе, вид, ну, не вид, материал, инструмент. То есть, как сейчас, честно говоря, я не знаю, особенно в больших городах, но примерно вот в то время, это было любой японский, ну, любой японец мог, умел обращаться с веревкой на уровне, до которого нам, любому европейцу, допустим, да, нужно было специально еще учиться. А у него это все получалось, как сказать, ну, вот по ходу жизни. Вот, это первое. Второе, все-таки, веревочные техники, техники работы с веревкой на живом человеке, они в Японии уже были. То есть, во-первых, это вот такие древние самурайское искусство связывания противника. Вот, то есть, у человека есть веревка, он там, они бьются с каким-то другим самураем, он берет эту веревку и за время боя противника там вот упаковывает, грубо говоря, для того, чтобы его там доставить куда-нибудь. Вот эти техники, кстати, они тоже теми самыми мастерами Шибари, которые это все развивали, тоже некоторые люди копались там в архивах каких-то, искали именно военные техники применения веревки. И оттуда приемы, которые там использовались, они как-то вот модифицировали для, то есть, уже не, разумеется, что человеку же нужно, как сказать, то есть, там с ним можно было не беспокоиться. Мало ли там, ну, рука засечет, ну и что, подумаешь, да? Вот, а тут уже нужно как-то аккуратнее. То есть, вот это второй такой, ну, как сказать, столб, можно сказать. Вот, ну вот, вот как-то так. Да. И еще, получается, просто я читала некоторые статьи, и по вот искусству, которое японское, которое именно вот боевое, был еще такой момент про братья военнопленных. Там использовались различные обвязки для различного, так сказать, если это там капитан, то это нужно там такую-то обвязку. То есть... Средцвет веревки еще имел значение, да. Наличие узлов определенных или наличие или отсутствие их. Скажем, например, вот если преступника куда-то конвоировать, вина которого доказана, на нем можно завязывать узлы. Если это человек, вина которого еще пока не доказана, его обмотать веревкой можно, а вот узел уже завязывать нельзя. То есть вот это вот как раз-таки в тему тех самых многочисленных японских правил, которыми в жизни японцы руководствуются. Вот. Ну вот, да, да, есть такое дело. Меня вот интересует, как вы работаете с самим антуражем ситуации? То есть вот делаете вы это в теплом доме или на заброшенном складе? Делаете ли вы это грубо или нежно? Что вы при этом говорите? Вот как вы, то есть если это какая-то форма общения посредством веревки людей, то как вы общаетесь? Я понял. Я, наверное, не так выразился насчет формы общения. Это скорее, то есть, ну, что говорить, в каком антураже делать, это не то, чтобы не важно. То есть он должен соответствовать каким-то, ну, не знаю, условиям, чтобы там, ну, не отвлекать, например, да, вне, там, чтобы там мобильник постоянно над духом не звонил, ну и так далее. Но это таких каких-то строгих рекомендаций, что вот свет нужен такой, там, говорить нужно об этом. В общем-то, нету. А я имел в виду, что это процесс, то есть веревка – это инструмент, как бы, передачи эмоций, чувств и так далее. То есть веревка вообще – это очень такой, ну, гибкий инструмент. Наверное, ну, идет сразу вторым, наверное, после руки. То есть веревкой можно сделать очень много вещей. Вот. И вот именно вот это ее, так сказать, свойство, оно, в общем, используется. То есть, грубо говоря, разговор идет именно веревкой. Вот так вот. То есть, а что при этом, какие слова говорятся языком, или там, что вокруг, там, заброшенный завод или там теплое помещение, ну, это уже там как на втором месте стоит. А вообще люди где только этим не занимаются. И там, и там, и даже иногда и на снегу. Ну, вот. Ну, они могли бы пример привести какой-нибудь? А? Пример интересный, да. Пример чего? Описать, ну, пример вот обстановки где-то. Какой-нибудь интересный. Где, где? С интересным исходом, что ли. Даже не знаю. Ну, я затрудняюсь я, потому что, что, какого-нибудь места, где бы это, да-да-да. Ну, я могу описать. Миша, я же была свидетелем. А, вот, да, кстати. Спросите вот свидетеля. Я была, на самом деле, свидетелем просто восхитительной. Экшена, которую делал Миша. Это дело было в рождественскую неделю. В одном из клубов был концерт довольно большой. Играла очень тяжелая музыка. В данном случае было такой, по-моему, неометал, прочее-прочее. Гигантское количество народу, потому что это пахальный концерт. И Миша прямо перед сценой, во время того, как играла группа, связывал двух девушек. И в это время на пятачке два на два метра, на двух разъезжающихся матах. И в это время толпа разгоряченных поклонников пыталась прорваться к сцене. Причем не моих поклонников, а музыки, которая играла. При этом группа поддержки стояла по периметру этих двух матов, вот этих двух квадратных метров, и сдерживала. И вы знаете, вот я видела массу видео и прочее-прочее, но это был на самом деле для меня самый яркий момент, потому что я стояла среди тех, кто сдерживал. Мы играли в «Царь горы» все. И вдруг в какой-то момент я поняла, что я завидую очень сильно Мишу, потому что ему удалось словить нулевую точку, точку покоя в какой-то момент. Потом она, возможно, пропала. Одна из моделей была испугана, и вторая, по-моему, тоже на самом деле. Глаза были как плошки, но, боже мой, я очень захотела. Сама я, на самом деле, никогда не бываю в роли модели, а наоборот, в принципе. Но я захотела побыть на их месте и словить вот эту дозу адреналина, которую получили они. К примеру, о ситуациях. Они могут быть совершенно разные. И сам мастер, он может выбирать, где, в зависимости от характера и потребности модели, где и как проводить ему, собственно говоря, сделать подарок. Можно так сказать. Спасибо. Ну вот, да. Еще. А что значит само слово «шибари»? А, само слово «шибари» — это ничего экзотического. Это просто по-японски связывание. Вот. Или не связывание, там, связывать, по-моему. Ну что-то в этом роде. То есть это не какое-то там название. Просто вот мы говорим связывание, они говорят «шибари». Вот и все. Еще вопросы? Михаил, скажите, какое значение имеют узлы в обвязке, а эстетическое и, собственно, физиологическое? Узлы? Да. Понимаете, такая штука. Дело в том, что узлов как таковых в «шибари» используется, ну, не знаю, там, ну, два. Вот. То есть ведь все то, что тут завязано, это ведь не узлы. Ну, где тут? Вот тут раз узел, грубо говоря. Ну, вот тут еще один есть, там, один на руках. Вот. То есть тут корректнее было бы говорить не об узлах, а о витках. Вот. Значит, ну, да, конечно, то есть есть… Сейчас, 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 сейчас. В зависимости от того, что нужно сделать, или, там, что я хочу сделать, накладываются различные витки в различной последовательности, в различного, как сказать, вида на различные части тела. То есть, конечно, да, то есть есть… Можно сделать просто что-то какое-то симметрично красивое, исключительно для, так сказать, для формы, да, и тогда она будет, то есть, будет смотреться как-то по-другому, да. А можно сделать что-то менее впечатляющее, красивое, но более воздействующее именно на человека. То есть, тут все тоже выбирается. Или вы не это имели в виду? Хорошо. Еще подскажите, на разных формах, различных источниках, периодически наталкиваюсь на различные названия связок, скажем так. Есть ли какая-то обобщающая такая информация? Потому что, ну, вишенки, жемчужинки… А, вот это вы имеете в виду. Значит, смотрите, японцы, например, те же самые, они названиями особо не заморачиваются. То есть, если им нужно, скажем, человеку связать руки за спиной с предплечьями параллельно полу, они так и говорят. Это обвязка рук за спиной с предплечьями параллельно полу. Вот. Но только по-японски это звучит так, там, как-то для нашего уха непривычно и романтично. То есть, они не дают… Дело в том, что обвязок как таковых, каких-то, ну, не знаю, классических таких, жестко закрепленных, их, да, практически нету. То есть, таких, чтобы вот и нужно выполнять именно так, а не иначе. Есть там обвязка груди, там обвязка рук, обвязка, там, ног, там, вот это, это. Значит, названия все, там, типа, там, вишенка, краб, там, креветка и так далее. Это все, скажем так, не японские названия. Японцев, они четко говорят, что, мол, типа, вот там, связать ноги вместе. Все. Названия особо они не придумывают. А, ну, многим нравится называть как-то вот, там, ну, какими-то особыми названиями. Наверное, просто это может быть короче, чтобы долго не, там, не проговаривать, можно сказать, там, вишенка. И вроде как все понимают, о чем идет речь. Хотя на самом деле, ну, вот, например, если взять вот эту вот обвязку, да, я не знаю, смогу ли я, например, повторить точно-точно, один виток в виток. То есть я знаю, что я хочу сделать, что должно получиться, да. А как уже идет веревка, как она у меня пойдет сегодня, это все зависит от, ну, не знаю, там, от снега за окном, там, от того, вкусно ли я кофе попил, там, и так далее, понимаете. То есть это настроение. То есть жесткой какой-то определенной именно схемы расположения веревок ее нет. Все, вот, идет процесс, и оно все как-то вот само получается. Хорошо, я вернусь, вернулась к вопросу, задавали уже сегодня, что получают связывающие, что для вас, в чем эстетика, в чем наслаждение, в чем удовольствие? Ну, ну, нравится мне. Мне нравится, ну, во-первых, мне нравится работать с веревкой в принципе, вот. Во-вторых, ну, не знаю, нравится, мне так кажется, что женщины в обвязке более красиво, вот, как-то так вот. Ну, и плюс к этому, сейчас, секундочку, плюс к этому, в конце, а, вот, 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 вот еще что, многие-многие люди, которые этим занимаются, они такие, в общем, они питаются эмоциями теми, которые испытывает тот человек, которого они связывают. То есть такая эмпатия, сопереживание и так далее. То есть вот это вот, вот такой еще есть вариант. Ну, вот, как-то так, наверное. Скажите, мы вот говорим о связывании, ну, тот, кто связывает. А конкретно, что чувствует вот того, кого связывают, вот Мария, например? Так, ну, давайте так сделаем. Давайте мы Марию... Давайте мы... Я ее сейчас развяжу, да? Она посидит какое-то время и тогда уже... Потому что я не знаю, как ответить, что чувствует. Ну, не сейчас же, сейчас. Чуть попозже. Тебя, может, это... Нет? Так, вы говорите, а я буду по ходу... Еще такой вопрос про разные виды шабари. Ну, можно даже, наверное, связывания говорить, потому что более обширно. Есть такой мастер, я-то не помню точно его имя, но его еще называют «летающая веревка». Ага. И вопрос... Ну, как это, знакомы вы ли с техникой динамичное связывание, когда модель двигается? И есть еще техники связывания, когда модель из них выбирается. То есть, знакомы ли вам такие техники или нет? Вы знаете, ну, не то, чтобы они мне прям знакомы, но... Становите-ка. Но... Тут дело такое. Дело в том, что, как я уже говорил многократно, в шибаре нету каких-то особых вот таких канонов, что нужно делать так и так. И каждый человек, который что-то делает вот именно в этой области, он делает, как сказать, вот так, как ему нравится, так, как он видит. То есть, на самом деле, стиль это связывания существует, наверное, столько, сколько существует людей, которые этим занимаются. Кто-то делает так, кто-то так, кто-то обращает больше внимания на внешнюю эстетику, кто-то на динамику, кто-то на внутренние все вот эти вот вещи, как вот эмоции, да. То есть, огромное количество, огромное. И даже, в общем-то... Тут еще тоже такой вопрос, ну, не то, что популярный, не популярный, как это называется, вызывающий постоянно споры. Что есть шибаре? То есть, например, вот на кого-нибудь там посмотреть, да, искать, и кто-нибудь обязательно скажет, нет, слушай, у тебя не шибаре, у тебя просто что-то какое-то. А ему в ответ, да как, да что, и вот, значит, пошла дискуссия. Вот. И таких споров, ой, очень много. И каждый человек, который... Ну, то есть, это вот как раз-таки к вашему вопросу. То есть, что, какой стиль... Где-то есть такие стили, которые классическим каким-то вот японским вот этим вот обвязкам, они вообще очень стоят так, с первого взгляда очень неблизко. Ну, а это тоже, в общем, все шибаре. Вот. Так что, тут какой-какой стиль нравится, такой и выбирайте. Вот, как-то так. Вот, с вашей точки зрения непосредственно, есть ли в шибаре какой-то сексуальный аспект подтекст, и насколько он силен, если есть? Ну, вы знаете, мне вообще кажется, что сексуальный подтекст есть везде, где чем-то вместе занимаются мужчина и женщина. То есть, ну, поскольку... То есть, ну, да, есть. Другое дело, что... Для чего это делать? Это делать ради сексуального подтекста или для чего-то другого. Будете внимание обращать... Вот, то есть, на какой аспект больше будете внимания при работе обращать, то у вас в итоге и получится. То есть, ну, вот... Я про это, вы имели в виду, да? Ну, вот. Вопрос есть еще от нашего видеоинженера, который сам его задать не может. Что говорят медики про шибаре с точки зрения временного нарушения кровообращения? Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Вообще-то, насколько я знаю, конкретно про шибари медики не говорят ничего. Просто их по этому поводу особо никто пока еще не спрашивал. Вот. То есть, хотелось бы, да? То есть, мне бы, например, хотелось много вопросов медикам задать. Вот. Что касается временного нарушения кровообращения... Ну, вообще, в принципе, любое нарушение кровообращения, оно, как сказать... Ну, нежелательно, да? Но... Такое же, например, нарушение кровообращения временное бывает, когда мы носим тесные туфли. Или плотно поели, и ремень в пузо впивается. Тоже вот такое же нарушение кровообращения. Или вы не про это? Ну, да. Ну, грубо говоря, мудрость в том, чтобы сделать такую обвязку, при которой все эти вот отрицательные эффекты были бы минимальны. И вот, кстати, это к вопросу техники безопасности и так далее. Очень нужно учитывать индивидуальные особенности того человека, которого связывают. То есть, например, есть люди, которым достаточно прижать вот так вот руку к телу, просто прижать, и здесь передавливается артерия, питающая руку, и у него уже начинает кровообращение здесь нарушаться. То есть, такому человеку плотно прижимать руки к телу во время, там, выполнения обвязки, конечно, лучше выбирать какую-то другую. То есть, это вот все к вопросу о том, то есть, так, когда вы делаете обвязку какому-то конкретному человеку, вы примерно представляете, что у него там где, может, у него там когда-то, не знаю, там перелом где-то был, да, или там недавно, там еще что-то, или там, например, что у него там в принципе там какая-то там вегетосудистая дистония, или еще что-то. То есть, того человека, которого связывают, обычно все эти дела учитываются. Вот. Ну и поэтому таких, скажем так, медицинских перья, 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 медицинских неприятных ощущений обычно не возникает, если все делать хорошо и правильно. Вы понимаете, вы можете связать, потом вам позвонили, вышли. Вот. Вот как раз таки вот. Друзья позвонили, вышли в мусорники. Вот, понимаете, это как раз таки, если так будет, то таким людям, в общем, лучше этим всем не заниматься. То есть, если уж начать, я уже сразу говорил, что когда человек связан, за его здоровье и даже и жизнь отвечает тот, кто его связывает. То есть, если вы человека связали, вам позвонили, вы сели в машину и уехали, ну... Что ж вы за друг? Ну, да. То есть, лучше вам веревку в руки, наверное, не брать. Ну, не вам конкретно, а такому человеку. Еще раз добрый вечер. Скажите, а вот в некоторых источниках шибари называют разновидностью бандажа. Это правильно? Понимаете, что такое бандаж вообще, в принципе? Это некое... Вот, например, есть у меня товарищ один, он как-то работал, занимался бандажом трубопровода на севере. То есть, бандаж — это, в принципе, некая поддерживающая или там сдерживающая конструкция. Неважно, там, это на человеке или там, не знаю, там на столе, на трубопроводе. То есть, да, в принципе, да, шибари является разновидностью бандажа, если так вот к этому делу подходить. Ну, вот. А есть какие-нибудь различия между обвязками женщины и мужчины? Есть. Какие? Например, скажем, вот эта вот самая верхняя часть. Вот количество и, как сказать, размеры мышц у женщин и у мужчин они разные. То есть, женщины, они больше вот такие, грубо говоря, да, а мужчины, они больше вот такие. То есть, соответственно, скажем, если делать обвязку груди, то сползти вверх веревкам с мужского торса проще. Соответственно, нужно делать какие-то фиксирующие такие еще, ну, витки, которые бы этому это не позволяли сделать. Ну, вот, много различий, конечно. Вот, опять же, например, там, та же самая грудь, да, у женщин одна, а у мужчин другая. То есть, различия, конечно, есть. Вот. А уже какие конкретно, ну, это, ну, это вообще лучше спросить у тех, кто много связывает мужчин. Я, в общем, стараюсь больше женщин. Спасибо. Добрый вечер. Мы вот сегодня заметили, что в основном активную сторону занимают связывающие, да? А вообще модель, она имеет право направлять или она просто модель и получает удовольствие? Ну, понимаете, как? Ну, направлять. Но здесь полная степень доверия или есть какая-то доля руководства все-таки? Исключая момент безопасности. Вы уже все обсудили. Знаете, ну, в общем, да, то есть обычно, обычно, ну, то есть, да и как вы, собственно, сможете там направить? Можно, конечно, заранее договориться, например, скажем, у меня сегодня болит левая рука, да, давайте на левую руку будешь поменьше витков делать или там послабже. Заранее, да? А в процессе, ну, как? Можно просигнализировать, например, о том, что какой-то виток доставляет дискомфорт. Вот. Тогда да, разумеется. Но это вопрос безопасности. Вот. Ну, а так, чтобы вот человека связывали, а он говорил, сделай то, там, проложи виток сюда, такого, наверное, хотя можно, наверное, представить, но я, честно говоря, не могу. Спасибо. У меня еще есть вопрос. Сегодня немало звучало слов о том, чем полезна шибарь. Вы рассказали историю про то, как пришел мужчина с хорошего после вчерашнего и вышел, в общем-то, трезвым и прекрасным. А наверняка вы знаете, по крайней мере, о случаях противоположного воздействия шибарь или информация такого рода? Противоположного в смысле вредного? Ну, вредного, негативного влияния. Если нарушать технику безопасности, то, естественно, каждая обвязка будет вредной. Разумеется. Если, например, что-то, если, например, не знать или не учесть какую-то проблему со здоровьем того, кто связывает, то тоже это все, ну, скажем так, небезопасно. Вот. Ну, а так, чтобы прям вот... Ну, то есть, чем оно вредно? Ну, я не знаю. То есть, все сводится к тому, чтобы... То есть, вредность обусловлена несоблюдением техники безопасности. Если ее не соблюдать в общем смысле, то, естественно, можно нарваться на какие-то вредные последствия. Если ее соблюдать, то, в общем, все будет нормально. Вот. Спасибо. Да. Еще такой вопрос. Часто ли от веревок остаются следы? А? Часто ли от веревок остаются следы? Ммм... 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 Можешь показать тут где-нибудь? Я не знаю, не попробую. Но они проходят через... Ну, то есть, вот после того, как веревка снята сразу, да? Ага, о, вот. Вот остаются такие вот следочки. Они проходят через там... У кого... Ну, у всех по-разному. У кого-то может пройти за 20 минут. У кого-то там за час. Ну, и так далее. Но таких следов, чтобы вот прямо аж год держались, таких не бывает. Ну, опять-таки, если все сделать правильно. Если уделять внимание технике безопасности, ну, и так далее. Вот. То есть, кровавых рубцов не остается, если вы об этом... Ну, и получается, что связывающий должен знать о каких-то проблемах со здоровьем. Конечно. Связываем? Да, обязательно. То есть, подразумевается, по крайней мере, дружеская близость. Человека с улицы вязать не станешь? Ну, да, разумеется, да. Либо хотя бы перед этим должен быть какой-то разговор на эту тему. Вот. То есть, с улицы... Ну, да, вообще, в принципе, с улицы такие... Ну, да, да, все правильно. Будут ли еще вопросы? Михаил, а подскажите, были ли у вас такие случаи, что веревки приходилось резать в экстренном порядке? С чем это было связано? Ну, да, один раз такое было. А не расскажете, с чем это связано? Человек запаниковал. Нужно было просто снять обвязку сразу, быстро. Вот и все. То есть, ничего такого тоже крово-крово-костедробительного. То есть, никто не помирал, никто не задыхался. Ну, просто, ну, бывает, знаете, есть у кого-то там боязнь закрытого пространства, да. А есть люди, которые, ну, вот терпеть не могут, когда они находятся, как-то что-то сдерживает их движение. Ну, вот, там получилось так, что именно вот тот человек, которого связывали, оказалось, что вот именно такой. Вот. Ну, пришлось это все дело делать быстро, ну, и пришлось веревки разъелать. Вот один раз было, да. Спасибо. Ну, вообще, в принципе, да, вот это, что касается вопросов техники безопасности. Каждый человек, который кого-то связывает, у него, то есть, к такой возможности нужно быть готовым всегда. Лучше, чтобы этого не было, что веревки приходится резать, да. Но если вдруг что, если вдруг придется, где-то, не обязательно на видном месте, да, где-нибудь там в пределах досягаемости должен быть какой-нибудь инструмент, которым веревку можно быстро разрезать. Ну, это все, это уже тоже такие частности, в общем и целом. Я думаю, что настало время вопросов к Марии. Если позволите, я начала бы с вопросов о том, ну, если Михаил считает женское связанное тело более красивым, то вам это зачем все? Ну, в принципе, Михаил в лекции, которую он читал перед тем, как вот практически показывать, он все объяснил настолько хорошо, что я даже не знаю, что мне добавить. То есть, здесь и какой-то аспект расслабления психологически, снятия из себя ответственности, вот. То есть, ну, вот лично я, например, очень не люблю принимать какие-то решения, а здесь вот на какой-то момент, вот на время этой обвязки с тебя снимается вся ответственность абсолютно за все. То есть, вот такая полная свобода от этого принятия решения и чего-то еще. От тебя ничего не зависит. Есть такая фраза замечательная, ее очень любят те, кто занимаются такими вещами. Связывание освобождает. Вот это действительно так. То есть, связанный человек, он более свободен, чем просто человек. Ну да, Михаил это объясняет лучше, чем я. Вы давно это практикуете? Связывание? В качестве модели связывания давно ли я практикую? Ой, ну, наверное, да. Наверное, несколько лет. Но я не сказала бы, что это там, допустим, происходит там с чистотой два раза в неделю там несколько лет. То есть, ну, впервые я попробовала это несколько лет назад. Точнее, даже не скажу. То есть, как-то так. Вопросы из зала для Марии. Я оставлю вам микрофон. Придется чуть громче сказать. Извиняюсь. Нет вопросов к Марии? Спасибо. Если нет вопросов к Михаилу, то тогда я, во-первых, благодарю вас за то, что вы пришли. И, безусловно, благодарю Марию и Михаила за то, что рассказали нам о том, что такое японское искусство связывания шибари. Всем пришедшим действительно спасибо. На этом закрываем эту публичную лекцию и приглашаем вас следить за нашими анонсами и приходить на следующий. Всего хорошего. Спасибо. 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 Спасибо.